subaru xv 2 литра 4 в.д. гибридная версия 2015 год выпуска только забрали с таможенного склада останется ездить во владивостоке местная девочка очень хороший автомобиль данный автомобиль с аукционной оценкой r замена заднего левого крыла очень многие боятся такой замены что вот мол вываривают разваривают там то все сейчас мы вам покажем как это выглядит в готовом варианте на мой взгляд абсолютно ничего критичного ничего страшного нет комплектация у данного автомобиля 2.0 ай лимит присутствует ай сайт полный мультируль комбинированные сидушки алькантара замша алькантара кому как удобно клиренс у данного автомобиля высокий несмотря на то что он сам небольшого размера клиренс у него довольно таки высокий и так вот аукционный лист пробег 100 тысяч два литра комплектация заявлено здесь пробег номер аукционного лота и мы видим что здесь была замена заднего левого крыла плюс w2 была окрашена задняя дверь ну так сказать сделан был переход чтобы было все чем чинарем смотрим что мы получаем здесь значит несмотря на то что цвет белый перламутр снежная королева кому как удобно жемчуг в цвет бьется отлично то есть нет такого что в цвет не попали где-то что-то сэкономили или еще что-либо все такие замены все такие моменты ремонт и покраска производится в специализированных сервисных центрах то есть никакой вася никакой петя в гараже в кустах его как в россии не красит сделают все это качественно заменой если происходит замена поменяется деталь оригинально не тайвань не китай нет какой-нибудь пусков или еще что-нибудь то есть оригинально японская деталь ремонт сейчас покажем вообще как это вот я вот смотрел давай поближе и снимем вот даже чтобы было видно да допустим перламутр шагрень стреляет полностью даже с передней дверью с передним крылом что такое шагрень это мелкая волнистость мелкая мелкая волнистость она после покраски после затирки наждачкой после полировки она отличается от заводской здесь данном случае вообще вся шагрень на первый взгляд то есть в отличном состоянии и так что я вижу данном случае здесь открывая дверь небольшой совсем небольшой мусор вот здесь может быть видно вам не видно ногтем он чувствуется то есть его можно наждачкой стереть полирнуть и видно его не будет но мусор в таких проемах мусор встречается часто даже на незамененных деталях что здесь мне еще сразу попалась глаза видим ну чуть-чуть полировочная может быть еще какая-то осталось которую нужно просто дотереть до полирнуть там или еще что-либо значит меняется крыло смотрим снимаем резинку все красиво меняется крыло все по точечной сварке здесь сейчас все в оригинале да на первый взгляд вот мы смотрим ну все красиво все хорошо то есть как вот обычно смотрят машина распил не распил смотрят торец торец вот этого шва вот сюда покажи вот вот такой торец тут сразу будет видно что вот так вот чекрыжина сварка шмарка там туда-сюда турбинка и так далее так определяют распил то есть ты вот этот вот шов можно конечно там все это за колхозить заделать но это очень геморрой на в данном случае смотрим ниже и видим маленькую незначительную рисочку если мы посмотрим на торец покажи торец если мы посмотрим на торец то внутренняя часть крыла она целая то есть меняется только внешне специально делается такая вот нам все высверливать и все это можно посмотреть в интернете в youtube роликов валом как меняют такие детали аккуратненько все снимается и соответственно потом приваривается то есть основной металл основной кузов остается не тронут что тут по большому счету было но сложно сказать до глобала не было соответственно в багажнике делается все вот по этому шву здесь смотрим все красиво все покрашено никакого полку за никакой ржавчины нет просто для сравнения показываем целое крыло тот же герметик держу то есть при эксплуатации у вас абсолютно не возникнет никаких проблем как я буду продавать такую машину в дальнейшем очень часто задаваем вопрос обычно машина нормальный с ней все в порядке не кривая вот к сожалению не взял с собой толщиномер чтобы показать вам разницу в крашеной детали или не крашеной металле чтобы вы поняли но в следующий раз обязательно возьму его чтобы он у меня был на готове так что бояться замены деталей но не стоит то есть в аукционном листе указано w2 замена 2x это была небольшая покраска w что такое это wave волнистость соответственно двойка эта степень волнистости это вот как раз как когда я говорил по шагрень да то есть незначительная волнистость так как эксперты определяют окрашенную деталь не окрашен 2x а замененная деталь все вот в данном случае я вам показал то и страху еще раз подчеркну абсолютно нет никакого так но вернемся к самой машине так то есть комплектация видим очень бодрая соответственно есть и литье фары ксенон туманки также есть лыжи на крыше лыжи спойлер ну вот лыжи девочка вот хочу лыжи чтобы были лыжи ладно пожалуйста хозяин барин как говорится пришли заказали купили именно то что вы хотели не то что есть на рынке этом магазине или еще что то а то что вы хотите аукционные японии очень богаты на выбор автомобилей по комплектации по оснащению там каким-то моментом цветовой гамме или еще что-либо компания world car изначально покупает автомобили качественные для своих клиентов то есть подходит к этому очень основательно перевод аукционных листов то есть если в данном случае интересовал полный мультируль но не всегда есть информация заявлено по этому мультирулям то есть если там ай сайтами и так далее так далее мы собираем информацию очень тщательно и в общем то стараемся предоставить все 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 что есть по данному автомобилю по конкретно интересующему автомобилю ну вот в данном случае очень хороший вариант попался тот который хотела девочка значит что мы здесь получаем полный мультируль здесь присутствует bluetooth управление бортовым компьютером управление магнитолой здесь значит у нас есть сайд рай драйв это система которая так скажем чувствительность педали газа увеличивает или наоборот уменьшает соответственно есть полосность движения активный круиз-контроль но соответственно сводцы системой айсай но в общем полнейшая комплектация полнейшая сад также здесь присутствует of датчик автоматического включения включения света туманки кнопка старт старт стоп ну и присутствуют все шильдики все лейбочки по заменам когда что менялась какое масло вы здесь в данном случае с масло было 0 в 20 до то есть здесь вот тоже указано что здесь менялась даже указано когда был какой фильтр был поставлен воздушным так что машина полностью кожаны и в общем то будет служить верой и правдой для клиента электропривод водительского сидения сидушки боковушки умею не кожаные обычные тряпочные но вот серединка замша алькантара очень приятная на ощупь ну и вообще в эксплуатации такая неприхотлива очень хорошо чистится ну что мы получаем под капотом двухлитровый оппозитный мотор боксер в данном случае с гибридной системой но гибридная система конечно не как у тойота да видите вот он молотит если бы это было тойота она вот давно бы перешла в режим электроэнергии и в общем то бензиновый двигатель бы не работал здесь печка сейчас может быть кто-то скажет возможно печка включена нет выключена абсолютно все приборы даже свет он молотит она останавливается только когда ты остановился на светофоре то есть такая система как старт-стоп не более но в данном случае мы видим до 2 аккумулятора но прям прям для subaru xvi в по большому счету это импреза корячили два кума но возможно есть в этом толк своя фишка прям как в прадиках грузаках дизельных старых зато зимой наверное заводится вообще в любую погоду любую бурю и так далее значит что мы получаем от багажника шторка имеется но как бы шторка понятно размер ну я бы не сказал что он прям здоровенный но для данного автомобиля вполне 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 я думаю вполне достаточно пол пол мягкие боковушки у него пластиковые все дожки складываются таким образом 60 на 40 принципе как и обычно получается большой довольно таки багажник даже можно поехать куда-нибудь на природу закемарить не заняться за ночевать так что тут у нас под половицей здесь мы видим домкрат баллонники под этой subaru ска отвертка крутилка но здесь вот уже непосредственно расположена сама батарея туда дальше вот она так вот это все выглядит но и всем охлаждение на батарее все это формате ну и самый важный момент эта цена цена на данный автомобиль варьируется миллион сто миллион четыреста тысяч рублей в зависимости от того в каком состоянии хотите купить автомобиль с каким пробегом какой комплектации в данном случае машина обошлась миллион двести семьдесят какие и и вы и и и и и и и